Привет, друзья-товарищи! Меня зовут Дарья, и я сделала коррекцию зрения. И как раз в этом видео я расскажу про свой опыт, как я к этому пришла, какие есть подводные камни. В общем, поделюсь всем, что накопала на эту тему, потому что я знаю, что для многих это щепетильно, и многие боятся, что это страшно, это больно. Вот обо всем сейчас и расскажу. Перед записью этого ролика я попросила задавать мне вопросы, что вас интересует, о чем рассказать, о чем поведать. И так что потихонечку я буду это все рассказывать по блокам. Вообще, я думаю, нужно начать с предыстории, касаемо моего зрения, вообще, как я видела раньше, до и после. В детстве я видела хорошо, то есть я не носила очки, все нормально было, а в третьем, в четвертом классе оно начало падать. Падало оно постепенно, минус 0,25, потом минус 0,75, единицы, и так постепенно, постепенно, у меня дошло до 2,50. А вот последние пару лет, когда я проверяла, уже было 2,75. Я не знаю, что произошло, может быть, это все из-за компьютера, или это более как-то наследственно, потому что у меня мама и брат тоже носят очки, мама носит с детства, брат тоже. Никаких у меня травм головы не было, то есть из-за чего бы у меня упало зрение, оно падало постепенно. Конечно же, как и многие, мне сначала выписали очки, чтобы смотреть на доске, что-то списывать, то есть я не видела вдаль, вблизи я вижу, вдаль я не вижу. Мне выписали эти очки, естественно, это были не самые клевые, дизайнерские, креативные тогда, вот эти, знаете, тоненькие, тоненькие линзы, найду фотографию, прикреплю вам. Я их стремалась, я их не носила, или я их забывала носить, потому что, ну я же вижу, зачем мне очки? И вот оно падало-падало, потом линзы пришлось менять, очки тоже менялись, дизайны сети менялись, и как-то так получилось, что теперь я начала носить очки на постоянку, и мои глаза привыкли. То есть у меня уже было зрение минус 2,75, а без линз, без очков я как бы не вижу, хотя минус вроде бы не такой и большой. Мне это начало надоедать, я начала носить линзы, в одно время я пришла на линзы, я их носила, но тут тоже есть свои подводные камни, потому что, если вы болеете, если у вас какая-то инфекция глаза, вы носить линзы не можете. Или бывало так, что линзы попадались бракованные. Я покупала линзы на один месяц, то есть бывает и ежедневные, ночные, там на месяц, на три месяца раньше, на полгода, я выбирала, которые нужно менять раз в месяц. Так попадалось, что я покупала вроде бы хорошую фирму, вроде бы хорошие линзы для моего зрения, но сама линза, она не вставала как бы, то есть она могла быть уже первоначально с какой-то вот такой некой крупинкой, она вроде бы не рваная, с ней все хорошо, но когда ты ставишь в глаз, такое ощущение, как будто попал песок. Очень часто такое происходило, то есть ты покупаешь пару, а она как бы бракованная, такой, блин, я потратила деньги впустую. Ну и конечно же, чтобы носить линзы, вам нужен раствор специальный, это тоже дополнительные траты. И вообще линзы это вот такая вещь, я проходила где-то полноценно год с ними, потом я забила и вернулась опять на очки. Ну и ношение очков тоже дорогостоящее, потому что если вы сэкономите на самих вот этих вот линзах, то они у вас быстро испортятся. У меня был случай, когда мы поменяли мне вот эту, не оправу имеется в виду, то есть оправу можете купить и носить ее годами, а именно вот эти линзы. А так получилось, что мы вроде бы брали там какие-то французские технологии, по тем временам поставили, и через год у меня вот эти линзы выглядят так, как будто я взяла и по песку вот так вот их пошаркала. Хотя вроде бы я вниз их так не клала на стол, и они у меня всегда были на мне. Тоже вот такой вот момент, лучше тут не экономить, купить сразу хорошие линзы, хорошую оправу и носить. Но если у вас как бы зрение особо-то не падает. Это все продолжалось-продолжалось, потом в какой-то момент я перешла на ежедневные линзы, но это тоже, у меня стала какая-то проблема с левым глазом. Когда у вас плохое зрение, у вас не круглый вот этот глазной глаз, он как бы немножечко вытянут. И на левом глазу моя линза, она как бы не вставала прям вот хорошо, такое ощущение, как будто оставался воздух, и мне нужно было проморгаться. Мне тоже это доставляло дискомфорт, в итоге я забила на эту идею, носила все очки и очки. А я переехала в Питер, и как бы вы знаете, погода питерская, постоянно дожди. И вот вы ходите в очках, это все дождь, а потом, если вы пришли с холодной улицы в тепло, у вас это все запотевает, тоже какие-то такие дискомфортные ситуации происходят. Мне это просто надоело в какой-то момент. И я начала задумываться про коррекцию зрения. Я слышала, что такое существует, и мои друзья, уже кто-то делает, как, ну вот не знаю, надо бы, наверное, конечно, тоже сделать, потому что это будет удобней. Но я еще тогда не вдавалась подробностей, какие бывают методики, вообще, чё, как это делается. И вот недавно моя подруга Юля тоже захотела сделать, и чё-то как-то меня это так захлестнуло, я думаю, ну, Дарь, ну надо бы, ну давай, давай прокачаем себя, да, сделаем апгрейд. Скажу сразу, у меня зрение, оно как бы одинаково на левом и на правом глазу, то есть у меня не астигматизм. Астигматизм это когда ваш, например, один глаз видит хорошо, а другой минус 7, то есть образно, то есть у вас неравноценное такое зрение. Вот у меня оно плавно снижалось, и так оно и снижалось. Потом я приехала вот сейчас к родителям гостить, и мама говорит, что вот мой брат тоже задумался, и ему дали визиточку, какие у нас клиники делают, новую методику коррекции зрения Смайл. То есть их всего существует три, там самая первая это ФРК какая-то, потом идет Ласик, и вот последнего поколения третьего это вот Смайл. Смайл не от слова улыбка, а там какая-то расшифровка есть вот этой технологии. По вот этой новой технологии делают всего 16 клиник по России, две из которых в Татарстане и в городе Казань. Я начала узнавать вообще поподробнее, какие есть различия этих методик, и, конечно же, ценовой диапазон. То есть про цену я вам тоже скажу, не переживайте. Я знаю, что многие ждут, Даша, сколько стоит это богатство? Чем больше я смотрела всяких обзоров, опыта, читала отзывы, оказалось, что Смайл сама по себе вот эта методика, она максимально щадящая. Вы можете уже видеть хорошо через, ну там, грубо говоря, несколько часов после самой операции. В чем, собственно, состоит данная методика вот этого Смайла? А вам лазером делают оптическую линзу, формируют, которая называется лентикула, и делают маленькие надрезы, там, 2-4 мм, то есть это очень мало, посмотрите на линейки, как бы, вообще ни о чем. И потом хирург отслаивает ее от роговицы вашей и убирает эту линзу, вот эту лентикулу через разрез. И все, зрение, по сути, восстановлено, поздравляю вас! Самое главное преимущество было для меня этой методики, что быстрое восстановление и нет каких-то сильных ограничений. То есть, грубо говоря, на следующий день я могу пойти заниматься боксом. Чего нельзя сказать про старые методики, потому что там, как бы, суть-то одна, вы восстанавливаете зрение, но а как вы это делаете? Там не через маленький надрез, там прям берут этот, вырезают такой лоскут, поднимают вашу роговицу, убирают линзы, опять приклеивают обратно, и получается долгий, длинный период восстановления, то есть более травмоопасен. Я такая посидела, подумала, что, ну, если делать, то делать сразу по новой технике. Делаешь один раз и на долгое время. И там дали два адреса, это что-то эксклюзив плюс называется одна офтальмология, и вторая, это что-то имя Рашчискова. По сути, это две одинаковые клиники, все у них одинаково, но я почитала по отзывам, кто что как хвалит, у кого как получилось, и посмотрела сайты. Вот, друзья, товарищи, если вы сейчас смотрите бренды или вообще индивидуальный предприниматель, то есть, уделяйте, пожалуйста, внимание сайтом ваши обертки, ваши оболочки, потому что я приняла решение, где делать именно по сайту. Я посмотрела, о, ну, вроде клево, красиво заполнено, все отлично, значит, ребята шарят. И я записалась в клинику эксклюзив плюс. Ну и, конечно же, раз, если это какая-то новая модернистическая технология, методика, значит, это цена-то какая-то она должна быть. И вот, когда я увидела, я обомлела напрочь. Потому что в Казани это будет стоить 65 на один глаз, а мне нужно делать два. Я такая подумала, блин, 130 тысяч, это чисто за вот это коррект. А потом посмотрела, сколько стоит это в Питере, там будет на 20 тысяч дороже на каждый глаз. И в Москве, вот в Москве вы за один глаз отдадите, как в два в Казани оперировать. Ну, типа, я такая подумала, не, значит, надо делать в Казани, да, я поеду туда. А оно все равно 130 тысяч, да, типа, это только за коррекцию. Я вам еще объясню, какие дополнительные эстраты. Такая посидела, подумала сначала, ой, недорого. Вот вы сейчас сидите, наверное, хотите выключить это видео, потому что все понятно, слишком какие-то баснословные деньги Даша отдала, чтобы видеть все. Потом такая подумала, а для чего мы, в принципе, вообще работаем? Чтобы, чтобы, что? Типа, чтобы хранить эти деньги? Они как бумажки, они обесцениваются. Лучше я сделаю это сейчас, на таком подъеме, раз уж я почитала информацию, как бы себя настроила, чем потом делать. Знаю, что я, возможно, ее и не сделаю, и потом я буду жалеть. Ой, что, я пожалела эти деньги. Думаю, нет, все, давай, Даша, принимаем решение. Я договорилась с собой, поговорила. Вообще, любая методика, которую вы выберете, происходит в несколько этапов. Первый, это записаться на прием. Я позвонила в эту клинику, уточнила, они мне сказали, вот, сейчас вы не сможете приехать, потому что у нас там нет каких-то штук для лазера, записывайтесь на какие-то числа, и такая, хорошо. Все, Деникс, я поехала в Казань. Вообще, сама коррекция происходит в три дня. Первый день вы приезжаете в клинику, обязательно не на своей машине. У меня прав нет, поэтому или вы на такси едете, или едете общественным транспортом, потому что вам будут проверять сейчас глазное дно. Я объясню, что это такое. Приехала в эту клинику, меня встретили, и начался какой-то квест похождения по разным кабинетам проверять мои глаза, мои айс. Там посмотрели клетчатку, сетчатку, там днище, вообще все посмотрели. Я такая, обалдеть, я на эти картинки смотрела, там этих домиков, воздушных шаров, там задавали мне вопросы, где я лучше вижу. И в конечном итоге я думала, что у меня все это время было зрение 2.75, то есть у меня последние четыре года оно не падало, все было хорошо. А настоящее мое зрение оказалось минус 3.50, то есть почти целая единица разницы. И я тут немножко прифигела, потому что я знаю, когда вы носите очки, вам дают немножечко полегче, чтобы не было большого напряжения на мозг, чтобы вы чувствовали себя комфортно, и у вас голова не болела. Но чтобы настолько у меня, оказывается, было другое зрение, тут я немножечко такие обомлила напрочь. Также в этот день мне проверяли глазное дно. Кто не знает или знает, это когда вам капают в глаза специальные капли, которые расширяют зрачок, и вы потом видите, как будто снимались в сериале «Эйфория». Планическая. И потом вам как бы не видно ничего, поэтому вам нужно приезжать на своем автомобиле. Вы видите как бабулек, то есть вот подальше что-то более-менее фокусируется, потом вблизи вообще ничего не увидите. Но это буквально пару часов после консультации, это потом пройдет. Мне сказали, что все отлично, у вас толщина роговицы позволяет это делать, потому что вот это самое главное, о чем я переживала. Я знаю, что у людей, у которых тонкая толщина, они не могут это делать. Вот блогерка Саша Митрошина тоже хотела, но ей сказали «нет, Саша, потому что у тебя очень тонкая роговица, и мы не сможем это сделать». И когда мне сказали, что все good, все в пределах нормы, я такая «ох, отлично, супер!» Мне сказали, что у меня очень хороший возраст для коррекции, потому что до 18 лет оно может падать, до 21 у вас более-менее формируется ваше зрение. То есть, если у вас нет каких-то отклонений, то 21 плюс-минус у вас станет оно стабильно. Раньше времени делать не стоит до 18 лет, и старше 45 тоже, потому что там уже идут возрастные ограничения. Я сейчас тоже поподробнее об этом расскажу. Кому интересно прям конкретный доктор или докторки, у которой я делала, это Усманова Азалия Азатовна. Я обожаю молодых специалистов, мы с ней пошутили, похохотали, я сказала «все good, круто, Дашулик, давай, приходи завтра, будем делать тебе хорошее зрение». Перед тем, как вообще все это делать, махинацию с вашими глазами, вы должны сдать анализ крови на спид, пич и гепатит. То есть, без этого вам не сделают, то есть, это дополнительная трата. То есть, смотрите, помимо самой коррекции, это 130 тысяч у меня вышло, 500 я дала за консультацию в первый день, посмотреть мои глаза, можно ли мне делать саму коррекцию. И, конечно же, еще дополнительные анализы, что вам нужно это сделать самостоятельно, вам там это никто делать не будет. Перед самой коррекцией вам нужно перестать наносить макияж на ваши глаза, на ваши eyes, духориться и носить линзы, то есть, чтобы не было никаких повреждений и, как бы, занесения инфекции. То есть, чтобы максимально обезопасить, что все прошло отлично, супер-пупер. Ну и все, мне сказали с собой взять солнце, защитные очки и хорошее настроение. На следующий день я приехала, мне еще раз посмотрели мое зрение, не ушел ли куда-нибудь мой минус. Вот, прикиньте, оказывается, мне рассказали историю, что бывает такое, из-за напряжения глаза минус падает, хотя само по себе зрение оно отличное. Так что, нет, у меня минус никуда не делся, сказали, все, сейчас сделаем тебе коррекцию. Что там происходит? Вас заводят в такую небольшую комнатку, одевают в одноразовую стерильную одежду, то есть, бахильчики, шапочка такая и такой комбинзончик-халатик. Также вам закапывают специальные капли, такие обезболивающие, чтобы вы ничего не чувствовали. Вот самый главный вопрос, да, больно ли, опасно ли, вообще нет. Вы ничего не чувствуете. Кладут на эту кушетку под лазер и делают небольшую репетицию. Мне так просто так, залиозатно, говорит, вот репетицию сделаем и потом сделаем коррекцию. Очень забавная и клевая докторка, я прям вообще не жалею, она мне дала какую-то уверенность, то есть, я даже в день моей коррекции не переживала. Я вам отвечаю, у меня не было никакого волнения, каких-то переживаний. Я знала, что я уверена в этом профессионале своего дела. Делается сначала один глаз, потом второй. В принципе, ничего страшного и сложного и долгого нет. То есть, сама процедура на один глаз занимает 40 секунд. 20 секунд вам делают эту лентикулу, остальные 20 секунд ее вынимают. При этом вы ничего не ощущаете от слова совсем. Могут быть, знаете, такие немножко ощущения, как будто прикосновения какого-то, а какой-то боли нет. Вспоминать вот этот момент с заводного апельсина не надо, не бойтесь. И также фильм «Пут назначения 5», когда девушка пошла на коррекцию, в итоге ей лазером прожгли глаз. Это сказка. Такого не может быть в реальной жизни, потому что, первое, вам ставят силиконовую накладку на глаз, чтобы, если что, вы повернули, лазер шел вместе с вами. И второе, если произошел форс-мажор, свет выключили, вычихнули, дернулись, он автоматически выключается. Так что никто ничего не сделает вам и не выжгет вам глаза. При этом с вами общаются, вам объясняют, что делают. То есть, вы не лежите в тишине, в таком напряжении, типа, «Эээ, что мне там делают?» Доктор или докторка вам объяснит, что вот, сейчас я вам там лазером намутила волшебство, так, сейчас я прикасаюсь к вашему глазу. То есть, вы полностью контролируете и знаете процесс. Все! То есть, две минуты, и у вас уже более-менее какое-то зрение, да и получается. Конечно, после самой процедуры, первые пару часов, вы видите, как в тумане. Меня об этом предупреждали и говорили, что вы будете видеть, как в тумане. Я сначала не понимала, а потом, как поняла, то есть, я стою после этого лазера, и реально, как бы, такая небольшая пелена, как будто эффект в инстаграме, да, какой-то. Но потом это со временем проходит. В принципе, поздравляю, вам дают капли, специальный антибиотик, и просто, чтобы было увлажнение глаза, и отправляют домой. И сказали, возвращайтесь на следующий день, проверим, все ли у вас хорошо идет по плану. Порекомендовали после самой операции поспать пару часов. Вот это очень важно, друзья. Я не смогла это сделать, сделала это потом, и я поняла всю суть, почему мне это сказали сделать. Потому что у вас глаз начинает на это реагировать, он думает, что что-то попало, то есть, ощущение такое, как будто, знаете, что-то щипет, там или песок в глазах небольшой, или там шампунь попал, что-то мыльное. Не терите ничего, не прикасайте вообще глазам, просто сидите и ждите этот момент, когда он пройдет. Да, это неприятно, поэтому вам нужно постараться уснуть. То есть, если вы поспите, вам станет легче, и это правда так. То есть, я почему-то не могла уснуть, и я сидела, и ты начинаешь плакать. То есть, у тебя глаза сочатся, слезами этими горькими, и болит голова просто от этого. Но опять же, это мой опыт, не значит, что у вас так же будет или было. Просто у меня начала болеть голова, что я плачу, из-за этого заложу нос, и все. А потом, через пару часов, как... И прошло, после того, как я поспала. Ну, а дальше, я уже вечером видела очень хорошо, я пошла в Ашан запопиться, и видно, ты уже видишь, небольшая такая дымка может остаться, и у меня был небольшой орел на световых каких-то вот фонарях, фарах. То есть, вот, как бы ты видишь свет, но он еще таким небольшим бликом. Как мне потом объяснили, это нормально, и в течение первого месяца это пройдет, и сейчас уже лучше я вижу именно какие-то световые такие точки. Ну и все, на следующий день я приехала на завершающий осмотр. Мне посмотрели глаза, сказали, все отлично, вообще все супер, Даричка, ты умничка, очень хорошо. Прекомендовали мне носить солнцезащитные очки на улице, и капать увлажняющие капли где-то месяцок, ну или по дискомфорту, ну и капли антибиотики там в течение недели. Ну и также рекомендуют после любой вот этой коррекции, даже той же самой смайла, недельку не ходить в бане, в сауну, в принципе мне ничего такого не говорили. Ну есть как бы логика в этих словах, что чтобы не занести инфекцию, лучше доверяй, но проверяй. И все, остальных ограничений моей остальной жизнедеятельности нет. Я могу уже дальше продолжать работать, потому что на старых методиках этого, конечно, лучше не делать, да, сидеть и не смотреть телефон, ноутбук залипать, то есть чтобы не было напряжения глаз, потому что он более травмированный. Также мне сказали, что если что, можете мне писать, звонить, приехать через полтора месяца, ну в принципе у вас все отлично, так что если что, вас жду через год. Я честно не жалею, я капец как рада, что я это сделала, потому что вот люди, которые прозрели, вы сейчас вы меня поймете, я никогда не видела кратеры на Луне. То есть я в какой-то вечер такая смотрю на Луну, я вижу не просто какой-то светящийся круглый объект, а я вижу прям кратеры. Вот эта песня, и то, что я прозрела, это прям вот в точку, я вижу все. Когда я уже ехала на самосмотр, я смотрела каждую вывеску, я вижу все абсолютно, каждую там шерстинку, волосинку, пылинку, настолько орлиное зрение у меня стало. Я такая еду, вроде бы да, небольшой минус был, но вот это ощущение, что ты видишь без очков, это просто непередаваемо. Поэтому если вы думаете, да, вот раздумываете, ой, надо вам или нет, если у вас нет никаких финансовых ограничений и противопоказаний, делайте. Это того реально стоит. Не пожалеете выделить время и силы, чтобы видеть хорошо. То есть понимаете, я вам сейчас пытаюсь донести не именно какую-то финансовую составляющую, а именно вот это чувство, что вы видите отлично. Вот люди, которые видят сами по себе хорошо, не совсем поймут меня, не поймут нас, друзей, у которых плохое было зрение. Самые интересные мои ощущения были после. То есть вот я уже сделала зрение как месяц, и я вижу, что все хорошо. Но вот эта привычка, вот эти фантомные очки у меня до сих пор остались. То есть я просыпаюсь и я уже пытаюсь машинально взять рукой очки и надеть, чтобы все видеть, хотя я уже все вижу. Когда я хочу умыть свое лицо, я как бы реально стою и снимаю очки, которых нет. Это, помните, как песня была «Город, которого нет, а тут очки, которых нет». И это настолько интересно, что я привыкла чувствовать очки на своем лице и вообще выглядеть в очках. Серьезно, месяц прошел, а я до сих пор не могу привыкнуть, что вот, Даша, это твое теперь лицо без очков. Ты можешь их носить, а можешь не носить. Типа, ну, я имею в виду декоративную. У меня даже были мысли заказать на зоне просто тупо оправу, потому что я настолько привыкла, и вы привыкли. И я такая, да блин, Дарь, это что-то какой-то новый образ. Это что, типа, такое? Вот. Но я думаю, просто нужно время. Просто нужно время. Это как привычка, да? Привычка тоже долгое время вырабатывается. То же самое. Восприятие себя без очков тоже, думаю, в конечном итоге получится. Эд, я вам рассказала про свой опыт и как я к этому пришла. А теперь давайте поотвечаю на вопросы, которые у меня задавали. Ну, давайте еще раз повторю те вопросы, которые я уже, в принципе, ответила, но... Больно ли это? Нет, абсолютно. Вы не чувствуете ничего. По факту оказалось, вот я начала замечать за собой, что мы больше внутри боимся. Мы не боимся самой боли, мы боимся вот этого страха, что нам будет больно. Поэтому вам вы ничего не почувствуете, вы будете чувствовать только прикосновение и все. Ну, и может быть, у кого-то боль в кошельке минус 130 тысяч, но это у всех по-разному, у всех по-разному. В цене я сказала, в Казани это было 65 на один глаз, в Питере чуть-чуть подороже, а в Москве я смотрела 135 за один глаз. Я делала в Казани в клинике Эксклюзив Плюс в докторке Усмановой Азалии Азетовны. Если что, вот я сейчас так говорю и вам рассказываю, как будто это реклама, но вообще нифига подобного. Я вам чисто как бы на таком энтузиазме рассказываю, я хочу поделиться и дать вам пользу, если вы не знаете, куда идти, вот идите туда, если вы живете в Татарстане. Ну, кстати, я смотрела у них эти сайты и вот у этой докторки Instagram. Приезжаю с разных уголков вообще России, не только России, чтобы сделать коррекцию. Так что, друзья, посмотрите, как вам удобнее. Вообще, какие есть противопоказания по коррекции зрения? Первое, это, конечно, возраст. Вам не должно быть младше 18 лет, потому что у вас еще не сформировалось и не установилось ваше зрение. Ну и не старше 45, потому что потом уже начинаются возрастные изменения, типичные, нормальные. Это так и должно быть. То есть, если вы молоды, бодры и веселы, как я, мне сейчас 23, то есть прям идеально. Также это различные глазные заболевания, типа катаракта, глоукома, воспалительные процессы с самим глаз или всего организма. Ну и также такие заболевания, как сахарный диабет, СПИД. Мне кажется, они во многих тоже считаются противопоказанием и коррекция зрения не исключение. Ну и также беременность. То есть, если вы... Лучше сделать до беременности, потому что вы будете капать антибиотики, они не супер такие прям бипец, какие сильные, но все равно обезопасить себя и дитя вашего внутри. Поэтому лучше сделать до, чем во время и после. Кстати, про беременность был отдельный вопрос. Вот если вы сделали коррекцию, как вы потом будете рожать? Типа естественным путем или только кесарево? Вот здесь вот супер индивидуально, потому что у меня есть близкая подруга, которая делала по системе Ласик и она родила самостоятельно. Вообще, в принципе, рождение ребенка естественным путем или кесарево не только влияет на зрение, да, то есть там очень много факторов, типа как давление и прочие моменты. Поэтому здесь все супер индивидуально. Слушайте вашего врача, который вас консультирует, контролирует. Зрение тут никак не повлияет. Также был вопрос про стигматизм у многих, типа делают ли коррекцию при стигматизме? Да, потому что для каждого глаза настраивает лазер по-своему. Никаких проблем тут не возникнет. Самый, наверное, для меня был вопрос, типа упадет ли зрение, да, есть ли какие-то гарантии, что вот сейчас я вижу хорошо, а потом я вновь стану видеть плохо. В принципе, мне кажется, как и в любом деле, у всех все индивидуально. Во-первых, никто вам никогда не даст стопроцентной гарантии. Вам всегда дают, даже у меня в договоре написано 99% уверенности, но один под вопросом. Все зависит от вас. Может произойти какая-то травма головная, то есть удар. Что-то произошло, зрение может упасть. Или ударили вам глаз при палке какой-то, зрение тоже может упасть. Возможно, у вас есть какие-то другие сопутствующие болезни, связанные с глазом. Возрастные изменения, они будут после 45 лет. Может, у кого-то чуть раньше, но плюс-минус 40 лет они могут начаться. И тут возникает вопрос, даже если я вот потом опять буду носить очки, ну а зачем мне бояться и ждать этого момента? То есть, у меня есть там 20-30 лет до вот этого начала возрастных изменений, но я лучше проживу с кайфом, чем я не сделаю коррекцию и буду ждать, но у меня все равно потом придется носить очки. Но это будет через 20-30 лет. У меня есть вся жизнь, чтобы кайфовать и не носить дополнительные какие-то оковы для моих глаз. Тут немножечко такой риторический вопрос больше. Или как у людей с татуировками, да? Типа, ой, зачем делать татуировку? Как будет смотреть в старости? Мы с вами живем не ради того, чтобы жить в старости, друзья. Как сказала нам наша Олечка, любимая Бузова, жизнь одна, живите здесь и сейчас, кайфуйте! Так что все смотрят со своей колокольни. Если как бы более конкретно отвечать, упадет ли у вас зрение или нет, никто никогда не знает. То есть тоже тут влияет фактор, какой методикой вы это сделали. Как мне объяснила моя докторка, что вот у меня было зрение минус 350, но она мне сделала как бы посильнее, чтобы у меня не упало зрение. То есть может это тоже как-то повлияет, не знаю, на какие-то там медицинские штучки говорила, я такая, ага, ага, хорошо, я вас типа слушаю, тетя врач. Возникает другой тогда вопрос, а можно ли будет потом сделать еще раз зрение, если все-таки так получилось, что оно у вас упало? Тут все индивидуально и зависит от вашей толщины роговицы. Если ее хватит, то в принципе в теории вам могут разрешить сделать еще раз. Если она у вас не будет супертонка, то да. Если уж тонка, ну, да и вы не выиграли эту лотерею по зрению, простите. Также у некоторых возникали вопросы по побочные эффекты. Вот что может произойти? Самый главный побочный эффект вы начнете видеть. Видеть все. Видеть очень хорошо, четко и внятно. Есть у кого-то опасения, что можно ослепнуть? Вообще, это что должно произойти, чтобы человек ослеп? Методики лазерной коррекции никак на это не зависят. То есть там уже настолько все вымерено, что вы будете видеть все. Вот все хорошо у вас пройдет. Ну, многие могут подумать, что произойдет теперь синдром сухого глаза. Это когда у вас не хватает омывания глаза и вы чувствуете, как будто песок какой-то в глазах всегда их тереть. В общем, какой-то неприятный дискомфорт и чувство. Тут я не могу вам точно сказать, будет ли он у вас или нет из-за коррекции. Вот я, кстати, на протяжении всего видео вам очень сильно жестикулирую. И вот мои колечки так цокают. СМР-чик. Кстати, как у моей кольца. Пока я монтировала данное видео, я еще раз решила узнать поподробнее про данный вопрос. И оказалось, что да, действительно, у многих он проявляется. То есть это синдром сухого глаза после коррекции. Но чаще всего это происходит на каких-то старых методиках, где вам, например, ласиком открывать целую роговицу. Ну, конечно, нельзя исключать, что это у вас не произойдет и на смайле, но вероятность все равно меньше. Как гласит статистика, это происходит в 6% случаев. Если вы не хотите попасть в эти 6%, то просто ради профилактики капайте эти увлажняющие капли, и все у вас будет хорошо. Вот, в принципе, все, что я хотела вам рассказать. И надеюсь, вам было полезно послушать меня вот эту всю болтовню. Скажите, как у вас со зрением? Делали вы коррекцию или нет? Или вы планируете? Я сейчас немножко подбодрила. Или же остались какие-то вопросы, на которые я не ответила? Тоже напишите в комментариях, я все это прочту и дам вам обратную связь. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся! Пока!